МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Суаярви жгут костры на улице, а глава округа подал в отставку. Стало ли теплее в замерзающем городе после таких событий? Крупные аварии на дорогах и кадры с автомобильных регистраторов. Как и почему на дорогах Петрозаводска гибнут люди? Зимние сборы юных программистов. Петрозаводск превратился в мировую столицу студенческого программирования. Вы смотрите новости на телеканале НЕКОПЛЮС, студии Марина Кабатюк. Здравствуйте. Глава администрации Суаярского района Иван Прудников сегодня подал в отставку. Депутаты районного совета отставку поддержали. Напомню, еще в конце прошлого года Андрей Нелидов предложил Прудникову покинуть свой пост. Причина – срыв отопительного сезона. Проблема с отоплением в городе до сих пор не решена. Доведенные до отчаяния жители Суаярви вышли на улицы и стали жечь костры, показывая, что дома им не согреться. Народ услышали. По словам представителей правительства республики, сейчас запасы топлива составляют 170 тонн. Две машины мазута уже в пути. В дальнейшем топливо будет поступать в город бесперерывно. В правительстве Карелии создан специальный штаб, чтобы следить за ситуацией в Суаярви. По официальной информации, в квартирах жителей потеплело. А вот что о мифическом потеплении говорят жители Суаярви. Какие 18-20 градусов? Не понять, что с температурой. Батареи то горячие, то холодные. И ночью я спала в носках и в рубашке. Сейчас 20, ну потому что у меня с утра включены два обогревателя. Я была сейчас в седьмом доме на Нухе Индрисова. Там с утра было 12 градусов. Весь город мерзнет. В доме 35-м, 50-й квартире, там 12 градусов постоянно держится. 20 градусов это вранье. У нас с градусов 14-15 дома. Батареи то нагреются, то остывают. Дома холодно. Ужасно. Издеваться, издевательство просто. Однако надежда согреться у жителей Суаярви все-таки есть. Сегодня стало известно, что республиканское правительство выделило городу на покупку мазута дополнительно 11 миллионов рублей. Сейчас договорные отношения, которые достигнуты по закупке мазута, проходят в Санкт-Петербурге. Директор теплоэнергосбыт нашего муниципального предприятия находится именно там. Продержимся. У нас тут мазут, который есть и который в пути, который придет, как раз на неделю. За неделю мы все вопросы решим. Три фуры столкнулись в Беломорском районе. В результате аварии на трассе было парализовано движение на три с лишним часа. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Хотя в последнее время на дорогах Карелии все больше и больше гибнет людей. Об этом сегодня говорили члены комиссии по безопасности дорожного движения. В этом году комиссия по обеспечению безопасности на дорогах Карелии собралась в первый раз. Цифры, которые озвучили представители ГИБДД, порадовать никак не могли. Нарушать стали больше. Число аварий выросло почти во всех районах Карелии. Число погибших в авариях тоже увеличилось. В 2010-м 113 погибших. В прошлом уже 135. А если говорить о пьяных за рулем, ситуация вообще шокирующая. И больше всего их в Петрозаводске. В 2011-м году сотрудниками госавтоинспекции на дорогах республики задержано за управление автомобилем в состоянии опьянения более 6 тысяч водителей. Из них более 2 тысяч водителей в городе Петрозаводске. За 5 последних лет число задержанных пьяных водителей сопоставимо с численностью населения Медвежегорского района. Понимая, что уговорами или медикаментами ситуацию не исправить, сотрудники полиции действовать будут решительно. Республика уже закупила 15 станционных и 10 передвижных комплексов для контроля за ситуацией на дорогах. Их установят на наиболее опасных и аварийных участках. Там, где водители особенно любят развивать запредельную скорость. Ну, однако, зачастую и сами пешеходы проявляют беспечность. Так наши коллеги из газеты ТВР «Панорама» сегодня в интернет выложили шокирующие кадры с автомобильных видеорегистраторов. На них отчетливо видно. Пешеходы, выходя на проезжую часть, даже не смотрят по сторонам. Продолжение следует... Новое офисное здание высотой 17 метров может появиться на улице Малая Слободская, то есть в зоне исторической застройки. Об этом сегодня шла речь на градостроительном совете. Торговое офисное здание из четырех корпусов высотой 17 метров планируют построить в районе пересечения улиц Куйбышева и Малой Слободской. Поскольку рядом территория исторического квартала, застроенного деревянными домами малоэтажности, по закону максимальная высота строительства в этой зоне не должна превышать 12 метров. Надо все-таки придерживаться тех законодательных актов, которые на сегодняшний день действуют. Этой зоне надо комфортно существовать, иначе ее сложно будет сохранить. Для вот этого комфортного существования и как раз сделан вот этот вот высотный регламент. Поэтому я за то, чтобы придерживаться законов, потому что эти законы охраняют, собственно говоря, наше наследие, наш город. Поскольку предусмотренные законом нормы застройки в охранных зонах пока еще никто не отменял, автору проекта посоветовали задуматься о снижении этажности проектируемых зданий. Исправленный вариант проекта будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Совета. На 11 дней Петрозаводск превратится в мировую столицу студенческого программирования. Сегодня в Карелии стартовали зимние сборы юных программистов. Поучаствовать в них приехали студенты 29 вузов из 7 стран мира. Анастасия Мячина попыталась выяснить, есть ли хоть какая-нибудь практическая польза от решения абстрактных математических головоломок. Им постоянно хочется спать. Еще бы сутки напролет проводить у монитора, решая задачки. Программисты те же спортсмены. Только тренируют они не тело, а мозг. Сегодня у них началась длительная 11-дневная тренировка. Традиционные зимние сборы. Каждый год Ольга с нетерпением ждет приглашения в Петрозаводск. Здесь довольно хорошо тренироваться. То есть, как можно много времени потратить именно на тренировки. Ничто не отвлекает. Тут сборы хорошо организованы. И то есть, удобно. 158 человек, 50 команд, 29 вузов, 7 стран. Такого наплыва желающих столица Карелии еще не видела. По опыту прошлых лет, говорят тренеры, ежегодно участники петрозаводских сборов впоследствии привозят несколько комплектов медалей с международных соревнований. На вопрос, что же такого занимательного в программировании, все как один отвечают. Интересно. Интересно решать какие-то задачи. Интересно придумывать сам процесс их решения. Поэтому я здесь. Большая часть юных программистов пока не ощущает того, что щелкать сложнейшие задачки, как семечки, это не только увлекательно, но и может быть полезно в будущем. Зачастую жизнь ставит такие условия, что найти выход помогает острый математический ум. Говорит победитель в номинации «Создатель лучшей задачи» Александр Куприн. Правда, его задачка к обыденности не имеет никакого отношения. За последние десятилетия очень повысилась популяция бобров. И в секретных исследовательских лабораториях было спроектировано устройство под названием «боброжуй». И суть задачи сводилась к тому, что необходимо съесть как можно больше бобров на дереве. А бобры находились в шоке, поэтому не могли двигаться. Решили вашу задачу? Да, конечно, это была не самая сложная задача. После награждения лучших программистов минувшего года начались непосредственно сами состязания. Их итоги мы узнаем через полторы недели. Анастасия Мячина, Евгений Вдокимов, телеканал НЕКО+. Новые технологии в строительстве обещают, что новые дома в Петрозаводске будут очень теплыми. Подробнее об этом расскажем после рекламы. Строительная компания «Век» предлагает квартиры в новом малоэтажном жилом комплексе «Северное сияние». Комплекс «Северное сияние» расположен в зеленой зоне Петрозаводска. Это действительно уголок спокойствия, комфорта и тишины. Жилой комплекс «Северное сияние» – это новое качество жизни для вас и вашей семьи. Первый органный концерт для детей в гостях у Короля инструментов. 22 февраля в 16 часов в Большой концертный зал консерватории. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Для приготовления свежего, ароматного хлеба мы берем продукты только высшего качества. И строго соблюдаем традиции хлебопечения. Мы с любовью выпекаем вкуснейший хлеб по оригинальным рецептам. Для вас «Лотос Гурман». Варка УСА-11. Концепция жизненная, которая мне позволила сбросить лишние килограммы, она именно подходит для того, чтобы жить нормально. Осмельтесь, придите. Жизнь изменится к лучшему. Теплые натуральные шубы, выполненные в традициях русских меховщиков. Пальто, куртки в магазинах Северной меховой компании. Горького 7,15 в торговом центре столица, второй этаж. Фонд «Таланты мира» и Карельская филармония представляют. Памяти Муслива Макомаева. Лучшие баритоны России. В галоконцерте. Любовь моя мелодия. 18 февраля филармонии. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Строительные материалы европейского уровня из карельского сырья. В Петрозаводске запустили вторую очередь завода по производству железобетонных изделий группы компании КСМ. Из этой продукции будут строить жилые дома, детские сады и социальные объекты. Мы строим жизнь. Таков девиз строительного предприятия. Компания возвела новые цеха, создала дополнительные рабочие места и инвестировала в развитие республики немалые средства. Представители группы компаний КСМ уверены, использование передовых технологий существенно повышает качество жилья. На предприятии новейшее оборудование из Германии, Италии и Финляндии. В домах, построенных из таких панелей, холод до вас точно не доберется. У меня мама в одной квартире в такой живет. У нее отключены батареи до сих пор. У нее хватает стояков. То есть это теплый чрезвычайно, потому что новый стык сделан и увеличен утеплитель. Вы можете любой зайти на варкаус, например, 2А. Во дворах стоит пятиэтажка. Посмотрите, у многих батареи отключены до сих пор. Строительство завода было направлено на успешную реализацию проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России в Карелии». Производство экономично, соответственно, себестоимость квадратного метра жилья будет снижаться. Решение о строительстве предприятия поддержало правительство Карелии. Новые мощности завода позволят строить более 60 тысяч квадратных метров жилья в год. В Карелии появляется класс бизнесменов, которые не лозунгами, а делами доказывают свою состоятельность. Ведь это действительно очень важно. Год назад вот этого ничего не было. Новый цех по производству самых современных бетонных плит не оставит конкурентам ни единого шанса. Такого оборудования в Карелии до сих пор не было. Линия по производству, бетоносмесительные установки, все полностью автоматизировано. Плиты делают качественно и быстро. Панели для 60-ти квартирного дома здесь изготовят за пять дней. И это все новости к этому часу. Сразу после выпуска смотрите программу «Подшивка». А я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. Александр Васильев и группа «Сплин». Акустический концерт. 9 февраля в 19 часов в выставочно-развлекательном центре «Калейдоскоп» на Варкоса-12. Нежность, спокойствие, страсть, тишина. Бастет в гармонии с тобой. Регулярные авиарейсы по направлениям. Петрозаводск-Хельсинки, Петрозаводск-Москва. Быстро, комфортно, доступно. Заказ билетов в бизнес-центре спа-отеля «Карелия». Набережная Гюлинга-2. Телефон 733-717. Касса взаимопомощи в Петрозаводске 632-077, в Кондобоге 70-070. Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Золотой Овен СПК. Специальные предложения на квартиры в новых домах. В Петрозаводске на улице Зелёной и в посёлке Марциальные воды. Новая жизнь в новой квартире от строительно-финансовой компании. Только в Костной клинике. Сухая углекислая ванна. Лечение более ста заболеваний. Псориаз, экземы, гипертония, атеросклероз, астма, климакс, диабет, простатит. Костная клиника. Чайкиной 5. Я обожаю шоппинг. Я везде хожу и смотрю цены. И выбираю самые выгодные предложения. Ну что, будем смотреть? Нет? Будем брать. Многофункциональное устройство HP DeskJet всего за 1790. В гипермаркете «Шанс» на Варклусе 13. Юбилейный вечер мужского балета Валерия Михайловского. 10 февраля в 19.00 на сцене ДК «Машиностроитель». Заказ билета в 28.09.85. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова